По статусу депутата Владимир Шапкин подвёл итоги работы в Московской областной думе и городском округе Щёлково за год. О своей деятельности парламентарию положено рассказывать избирателям. Их у депутата в Щёлкове и в Балашихе более 230 тысяч. В областной думе Владимир Шапкин возглавляет комитет по имущественным отношениям и землепользованием. Только за год комитетом подготовленные приняты думой 28 законов. Ряд законотворческих решений комитетом приняты в отношении лесов. Здесь мы приняли соответствующие изменения законодательства, когда на территории населённых пунктов, в черте, городской черте, в черте населённых пунктов, мы можем лесные массивы передавать в пользование муниципалитетов, чтобы они имели право туда вкладывать финансирование из бюджета. Ещё одно направление в работе областного депутата – контроль за исполнением в округах 17 государственных программ, таких как строительство социальных объектов. В Щёлкове возводятся две школы. Реконструкция водозаборных узлов. В прошлом году таких было 10. Осуществлялся контроль за ремонтом подъездов. Половина из них уже отремонтирована. И содействие в ремонте автодорог. Для сравнения, в 2012 году мы имели бюджет Дорожного фонда 6 миллиардов рублей. В прошлом году мы его исполнили на 57 миллиардов. В этом году заложили 83 миллиарда. И вот в плане на следующий год очень много дорог и улиц, которые предполагают идти от центра уже дальше туда, на окраину. За 2018 год что удалось, а над чем еще предстоит работать, если взять личную практику работы в Думе и в Щёлковском районе? Что нам на сегодня удается делать? Это все-таки городская среда, она меняется. Меняется облик города, меняются условия проживания. И мы ее продолжаем, все эти программы. Я думаю, что до логического завершения доведем. Есть для этого и желания, и требования жителей, и финансовая составляющая. Второе направление – это сфера медицины. Нам удалось все-таки переломить некоторые негативные моменты, в первую очередь по капитальному ремонту. Большую работу Шапкин ведет с руководителями органов местного самоуправления. Главная цель – формирование в Щёлкове комфортной городской среды. На личном приеме депутат принял 295 человек. По обращениям оказал материальную помощь 120 жителям. Еще одна составляющая в работе парламентария – встреча с коллективами. В диалоге депутат не только узнает о проблемах, но и находит повод наградить отличившихся. В этом году одними из первых дипломом председателя Дома Игоря Брынцалова удостоены сотрудники главного отделения многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг Щёлковского района. Вы достигли больших результатов и Щёлковского МФЦ на передовых позициях в области. Я лично констатирую, что по вашей составляющей, по вашей работе, в мой адрес запрашивающий год не было ни одного заявления, ни одной жалобы. Оказали порядка 430 тысяч услуг за год. При нормативе по муниципальному заданию 370 тысяч, то есть перевыполнение в процентном соотношении процентов на 20 получилось по количеству услуг. Задачи основные, которые нам предстоят, это перевод услуг в электронный вид. Для обучения работе с порталом госуслуг в МФЦ Носфирской созданы 5 рабочих мест, где заявители могут запрашивать документы самостоятельно. На возникающие по ходу работы вопросы отвечает отдельный консультант. Другая форма работы областного депутата – исполнение наказов избирателей. В прошлом году сотрудники Щёлковской станции переливания крови попросили Владимира Шапкина автомобиль. Сегодня «Лада Ларгус Кросс» с конвейера завода перешла в распоряжение медиков. Вместительный автомобиль «Лада Ларгус Кросс» с пятиместной, с большим вместительным багажником. Теперь медики смогут выезжать на предприятие и производить там забор крови. И в течение часа возвращаться на станцию. Раньше приходилось спросить у администрации города, у социальных организаций. Но не всегда получалось. Сейчас чёткий график выездов со своей машиной. Всё идеально, всё прекрасно. Пятиместный универсал приобретён на средства, выделяемые из бюджета региона. Автомобиль необходим медикам для заготовки крови на предприятиях и в организациях. Вне своих стен станция заготавливает до 40% всего объёма крови и её компонентов. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».